Уважаемые друзья рыболовы, всем крепкого здравия и хорошего настроения. Давненько я не выбирался на рыбалку, все как-то не позволяли мне дела, но вот наконец-то выбрался и сегодня еще погода такая классная, солнышко так ярко светит. Вчера прям пасмурно было, сегодня прям погода шепчет. Рыбки у меня сегодня в аквариуме очень хорошо борм пушили, так что может быть сегодня будет на самом деле клев рыба. В последнее время было очень много вопросов по поводу старожков ласточки на крыло. Самый наверное распространенный вопрос звучал примерно так. Старожок реально хороший или это реклама? Ну в общем ребят, сегодня я вам все покажу. Как мормышки двигаются под водой, вы все это сами увидите и там уже для себя сделайте определенный вывод. Еще хотел вам всем сказать большое-пребольшое спасибо за то, что вы у меня такая сознательная и хорошая аудитория. Каждый раз когда видео у меня выходит, пишите такое большое количество хороших комментариев, то есть у меня прям душа радуется и вот эти слова именно позволяют мне снимать какие-то хорошие видео для вас, понимаете? то есть я чувствую вашу отдачу и у меня от этого как-то тепло на душе становится. Поэтому я считаю, что вы у меня самые лучшие зрители. Большое вам всем спасибо за то, что смотрите мои видео и разделяете мои взгляды на рыбалку и на природу. Прибыли мы на реку. В общем просверлю я сейчас лунку и покажу, как ведут себя мормышки под водой. Ну а потом уже будем цепляться. Целенаправленно искать, ходить и ловить. Я думаю, что основной рыбой, которая сегодня будет нам попадаться, будет окунь. Посмотрим, проверим. Я установил подводную камеру и сейчас я буду показывать вам игру мормышек. Мормышки я поперевязываю. То есть посмотрите, как играют маленькие мормышки, посмотрите, как играют большие мормышки. Ну и там каждый для себя уже сделает определенные выводы по поводу того, какая мормышка и какая игра будут эффективны на ваших водоемах. Но перед этим давайте я вам покажу, какие удильники у меня есть и с какими сторожками будут использоваться те или иные мормышки. В первую очередь удильник для небольших мормышек. Вот такой вот у меня с достаточно чутким хлыстиком. И сторожок ласточки на крыло. Значит, тест этого сторожка я определил для себя опытным путем. И примерно это 0,25-0,3 грамма. Это максимальный тест по весовке. Минимум здесь идет, ну вот, допустим, вот эта мормышка. Такая вот небольшая. Она идет 0,18 граммов. И она очень эффективно работает на этом сторожке. Дело в том, что у меня получается шестик попадает в резонанс с достаточно тяжелым коннектором. И получается выдавать просто сумасшедший дриблинг. Что очень хорошо сказывается на окуне. Специально для этого видео Илья Васильев прислал мне сторожок, который он изгибает. То есть вот таким вот образом. Но работа сторожка идет не вот так вот вниз, а получается вот так. То есть кончик сторожка загнут вверх, колечко у сторожка смотрит вниз. И получается то, что леска у нас провисает вот так. Такой изогнутый сторожок позволяет делать максимально плавный кач. Но в зависимости от того, какой будет угол между леской сторожком и удильником, то есть хлыстиком. Мы сможем менять получается проводку. То есть от плавного такого кача мы сможем делать достаточно такую быструю и четкую проводку. Дальше вот такая вот оснастка со сторожком лосточки на крыло, который не выгнут. То есть вот он идет обычный прямой. И это позволяет нам делать более быстрый такой тряс. То есть как бы сторожок достаточно мягкий, он сгибается под достаточно большим углом. И это позволяет нам достаточно реактивно трясти мормышкой. То есть вот такой вот обычный сторожок. И наверное можно сказать то, что он как бы более универсальный. Однако с ним более тяжело делать размеренный и плавный кач. Ну и в конце я бы хотел показать вам вот такой вот сторожок. То есть это идет лосточки на крыло 240 миллиметров длиной. Это самый дынный из линейки. Значит его я чуть-чуть выгнул. То есть он идет, у меня здесь он идет чуть-чуть вниз. И здесь идет плавный загиб вверх. Значит получается с таким сторожком делать проводку с очень маленькими и четкими шажочками. Также можно им качать мормышкой. То есть этот сторожок заточен под большие уралки, под чертики. Он подтряс на достаточно больших глубинах для ловли леща, крупной плотвы. Ну и окуня тогда, когда окунь реагирует на размеренный плавный кач и на более такие плавные проводки. В общем друзья с Настей удильники и сторожки с которыми мы сейчас будем производить подводные испытания я вам показал. А теперь добро пожаловать под воду. И давайте посмотрим как будут вести себя те или иные мормышки на разных способах игры. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Другие покрашены То есть тут видимо какая-то специальная технология идет покраски Я конечно в этом не разбираюсь Но в общем и целом Очень хорошее впечатление от этих приманок Крючки здесь устанавливаются качественные То есть это идет Gamakatsu, Kamasan В общем японские хорошие очень острые крючки А это согласитесь немаловажный фактор Особенно тогда когда вы ловите достаточно крупную и осторожную рыбу Ну что друзья подустал я уже немножко от этих подводных испытаний Уже хочется немного походить, побурить лунки Посмотреть, поискать у коня Ну и половить Значит основной удочкой, которую я сегодня буду применять Будет вот такая вот легкая удочка С леской 0,093 мм Значит и мормышки от 0,2 до 0,35 грамма Выбор такой снасти обусловлен тем, что мы сейчас находимся на достаточно неглубокой реке Будем сверлить лунки и ловить на глубинах примерно от метра до двух Ну и я думаю, что все-таки сегодня мы рыбу найдем и немножечко половим Ну а о том, как это все будет происходить, пожалуйста, смотрите дальше Просерыл я тут несколько лунок еще Давайте глянем, есть ли кто-то кушет Вот, 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 вот И смеет Вот он, красавчик, ребят, какой попал. О, окунь. О, окунь. О, красавчик, клюнул под самого льда. В общем, друзья, как-то ни шатка, ни валка складывается рыбалка. Прикормил я там одну луточку, рыба показывала просто какое-то ошеломительное количество сорожки в смысле. Но она не клевала, к сожалению. Да, кстати, сейчас я вам покажу подводные кадры. Осталось место, где было очень много отороги. Посмотрите, может, будут какие-то мысли у вас по этому полу. О, окунь. О, окунь. О, окунь. Субтитры сделал DimaTorzok Ну а сейчас я тут немного переместился Тут вот тоже разлив небольшой такой И достаточно много лунок здесь уже насверлено В общем решил я заняться немного скульптурой Скинул курточку Сейчас мы тут побегаем Тут в принципе и тут протока И здесь протока И там какая протока И тут еще То есть как бы место это само по себе достаточно перспективное Здесь под нами яма Ну вот лунку я просверлил, камеру запустил Примерно 3,5 метра Но рыбу не показывает Ну понятно дело это русловая яма Тут скорее всего надо кормиться Если рыба какая-то и подойдет То это будет скорее всего сорожка Но она почему-то не клюет Вот в чем вопрос В общем будем пробовать По кустикам, по бревнышкам Кое-где просверлим Посмотрим, попробуем найти окуней И половить Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну что друзья, я все-таки нашел окуней под берегом Плавают там между коряг Красивые такие Сейчас пойдем ловить Вот он Вон какой Красавчик, красавчик Все-таки не выдержал Какие красивые окуни Темные Класс Позирует Все на мели Видимо вышел за козявкой Вот он Я сколько раз придавливала Я думал, что это цепляется лед Правда тут что-то как-то совсем мелкий окушок Небольшая раздача окуней подошла к завершению Поэтому сейчас буду сверлить новые лунки Сейчас немного похожу Поброжу, поищу Ну и поснимаем Субтитры создал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон» В общем, друзья, скажу честно, немного не ожидал я, что рыбалочка сегодня будет такой не особо результативной Однако посмотрели на красоту природы, немножко половили окуней, поймали даже плотву на безмотылку Однако я думаю, что что-то для себя вы из этого видео подчеркнули В частности из того, как мы испытывали мормышки, то, как они играют под водой и так далее Я думаю, это достаточно показательно Не особо впечатляющий клев рыбы связан с резко переменной погодой То есть вчера у нас была пасмурно, сегодня ясно, практически ни облачка не было за целый день Сейчас только набежали какие-то определенные тучки Но вообще река интересная, рыбы достаточно много Подводной камерой я вам сегодня показал полную картину того, что происходит под лунками Однако на безмотылку рыба практически не реагирует Подходил я к рыбакам, которые сидели на стоячку на мотыля Ну, в общем говоря, за целый день 5-6 рыбок То есть как бы, по сути дела, мы с вами на безмотылку сегодня даже очень даже неплохо отрыбачились Пусть по окуням, но тем не менее Ну что ж, будем надеяться, что в следующий раз нам повезет гораздо больше, чем сегодня Ну а у меня на этом все Увидимся с вами в следующих видео